Друзья, приветствую вас всех на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Дождались мы наконец-таки торговой сессии четверга. Сегодня заседание европейского центрального банка и, соответственно, очень серьезное потенциальное влияние на курс главного валютного риска. Я имею ввиду европейскую валюту. Плюс ко всему сегодня еще выйдет несколько отчетов по штатам. Для нас сейчас каждый более-менее важный релиз американского происхождения. Это еще один индикатор в целом состояния американской экономики и тире мотиватор для властей США, Белого дома, Конгресса, ФРС, занимать более проактивную позицию касательно меры экономического стимулирования. Начнем давайте с европейской валюты. 1,2094 сейчас котировки. Друзья, я рекомендую, как и раньше, рассматривать дуэт финансовых активов евро против доллара только с точки зрения покупок. Потому что абсолютно неограниченные возможности роста с учетом того, что уже сегодня мы можем получить доказательства того, что европейский центральный банк будет действовать более проактивно, чем Федрезерв. Сегодня трейдеры будут ждать не просто намеков на возможные изменения денежно-кредитной политики. Сегодня от европейского центрального банка хотят получить конкретные действия. Увеличение программы количественного смягчения. Возможно, друзья, даже коррекция процентных ставок. Ну, вероятно, самый интересный момент и нюанс в сегодняшнем заседании будет связан с согласованием фонда экстренной помощи европейского происхождения. И здесь, друзья, есть несколько рыночных мнений, насколько значительным он может оказаться. Основной сценарий – это согласование фонда на 750 миллиардов евро, которые будут использованы для экстренного кредитования нуждающихся предприятий. И второй, сценарий – это фонд объемом почти в 2 триллиона евро. Я не знаю в итоге, какой из этих потенциальных документов и фондов будет обсуждаться в приоритетном порядке, но самое главное то, что один из них точно будет согласован. Я в этом практически не сомневаюсь. Также эксперты Bloomberg предлагают обратить внимание, особое внимание на комментарии руководителя, президента Европейского центрального банка Кристины Лагарда, комментарии касательно обменного курса, потому что считается, что именно позиция ЕЦБ относительно того, дорогим ли евро сейчас является или абсолютно устраивающим Европейский центральный банк, не подрывающим стабильность цен, никак не влияющим на инфляцию. И если все-таки Кристина Лагард сегодня отметит, что они не обращают внимания на курс европейской валюты, он далек от каких-то экстремальных значений, когда ЕЦБ будет вынужден задуматься, а не проще ли все-таки добиться условий, при которых курс национальной валюты будет снижаться. И вы знаете, как по классике экономической теории, более слабая валюта, более лучшие условия для конкурентоспособности. Друзья, сегодня, скорее всего, мы получим также заявление о том, что курс не является угрожающим для европейской экономики. И все это можно будет завернуть в очень хорошую идею потенциального роста главного валютного риска против доллара даже выше отметки 1.22. Не забывайте, что, конечно же, первая реакция на любое заявление Европейского центрального банка, это волатильность, которая будет предполагать даже заход пары евро-доллара к отметке 1.2050. Может быть, даже протестируем поддержку 1.20. Но это будет локальный шум, который вызван первичной реакцией. Потом, когда все устаканится и весь вот этот фон заявление и решение переварится трейдерами, все это, скорее всего, конвертируется в очень хорошую установку и базу для роста единой европейской валюты. Много раз я вам уже рассказывал, друзья, то, что евро против доллара – это сделка, которую нужно анализировать через только лишь покупки, рассматривать потенциал роста выше уровня 1.22-1.23. И ранее приводил вам цели от JP Morgan, который считает, что пара евро-доллар уже в первом квартале 2021 года будет тестировать сопротивление 1.25. Ну, надеюсь, что вы уже приняли для себя решение, как вы будете действовать по этому дуэту финансовых активов. Я уже давно в покупках, друзья, и пока не собираюсь от них отказываться. Фон против доллара 1.3364. Все вертится вокруг Brexit. Соответственно, фон меняется по 10 раз за час. Вчерашняя встреча между премьер-министром Англии и главой еврокомиссии снова ни к чему не привела. Хотя многие считали, что это последний шанс, наверное, добиться какого-то прогресса и прорыва. Могу сказать, что, исходя из совместного заявления, теперь у нас новый дедлайн. Друзья, это воскресенье этой недели, то есть, соответственно, заранее. Сегодня четверг. Хочу отметить, что если вы работаете с британской валютой, имеете в виду, что решения будут приниматься на выходных, когда рынки закрыты, в понедельник будет что-то чудовищное, интересное и потенциально очень опасное для трейдеров, которые злоупотребляют загрузкой депозитов. Если не готовы рисковать, ни в коем случае не уходите на выходные с открытыми позициями по фунту. Если готовы рисковать, друзья, вы уже должны знать ответ, будет ли сделка по Брекзиту или нет. Я считаю, что не будет. Доллар канадец 1.28. Остаемся в длинных позициях. Существенного роста пока мы не увидели. Там локальный максимум был 1.28.30, но я думаю, что восстановление все-таки у этой пары это более предпочтительный вектор дальнейшего движения, потому что в отношении нефти я смотрю вниз. Новозеландец против доллара 0.70.36. Здесь тоже, друзья, все без изменений. Кстати, по поводу пары доллар канадец и канадской валюты. Вчерашнее решение Банка Канады 0.25% ставка без изменений и ничего не скорректировали в программе количественного смягчения, даже не намекнули на то, что какие-то изменения могут произойти. Вот это как раз основная причина, почему мы не увидели давление на позиции канадца. Но все может измениться. Остается только один триггер. Весомый для этой пары это нефть. И по нефтянке, друзья, кстати, по рынку нефти 49.05. Вчерашний отчет по запасам нефти США это просто феноменальное что-то. Рост запасов на 15 миллионов баррелей за неделю. Нужно покопаться в статистике последних недель и месяцев. Я думаю, мы, возможно, даже не найдем прецедента такого же формата и масштаба. 15 миллионов! Если бы это был нормальный рынок, бренд бы легко провалился только на этом отчете. Процентов на 5 или может быть даже больше. Друзья, рост запасов. Вы должны понимать, что запасы складируются, аккумулируются. Не нужно сырье. Если не нужно сырье, производные, собственно, нефти, значит нет смысла перерабатывать нефтянку. Отсюда растут запасы не только нефтепродуктов, но и вот самого главного нефтяного показателя сырой нефти. Рост запасов это доказательство подавленного спроса. Подавленный спрос это нормально. То, что сейчас происходит из-за коронавируса. И все это сейчас нагромождается ростом предложения со стороны ОПЕК. В прошлом месяце страны ОПЕК увеличили добычу на 670 тысяч. Растет добыча в Штатах, растет добыча в Ливии. И плюс ко всему еще и с января они согласовали страны ОПЕК. Плюс увеличить производство на 500 тысяч баррелей. Я думаю, что рынок логически, финал, наверное, того, что происходит сейчас по бренду WTI, будет серьезная коррекция с возможностью ухода в новое нисходящее ралли. Вот на него я пока и настраиваюсь. И доллар, друзья, 91 пункт. Мы ждем бюджетные стимулы. На следующей неделе заседание Федрезерва. Скорее всего, уже на следующей неделе мы снова продолжим обсуждать готовность Конгресса согласовать новые мер экономической поддержки. Может быть, ФРС попробовать что-то до Конгресса протащить в плане стимулов. Развязка по доллару тоже должна произойти уже до конца этого месяца, потому что мы ждем смягчения монетарной политики, мы ждем поступления доп. средства в экономику. И все это потенциально риски для доллара. Сегодня заявки на пособие по безработице, которые 100% разочаруют. И еще один насчет индекс потребительских цен. По прогнозу мы можем увидеть рост на 0,2%, что также будет негативным фактором для динамики доллара. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!